Приветствую вас! Вы знаете, мне показалось, что вы боитесь какого-то расставания, может быть боли. Мне показалось, что вы не до конца чувствуете себя женщиной, и можете чувствовать себя женщиной только вот в ограниченных паттернах поведениях. Мне показалось, что у вас достаточно догматические представления о том, какую роль должна выполнять женщина, какую роль должен выполнять мужчина. Он готовит, вы-ка вы, вы тоже хотите готовить, это прекрасно. Почему нельзя, например, договориться просто о том, что кто-то готовит в один день, кто-то готовит в другой день, или кто-то готовит что-то, все у него лучше получается, или вы просто высказываете ему желание приготовить свое фирменное блюдо и так далее. То есть, понимаете, какая штука? Вы, мужчины и женщины, подгоняете под достаточно шаблонный классический формат, который в современном мире, мягко говоря, не так уж и ничего хорошего нет. Вот. Понимаете? Какая штука. И вот ваше последнее сообщение, которое вы написали в 2058 по Москве, что типа, может быть, во мне нет ничего больше интересного. Да, 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 вы себя никак больше не раскрываете, кроме готовкой и сексом, это очевидно. Но отношение это гораздо больше, чем готовка и секс, отношение это взаимодействие двух личностей, отношение это взаимодействие двух людей, и это не только готовка и секс, я сейчас повторяю. Поэтому, возможно, вам имеет смысл более разносторонне развиваться, чтобы привлекать мужчин и чувствовать себя женщиной не только через готовку и секс, но и через другие моменты, например, своими увлечениями, своими интересами, своим поведением, своими позициями и так далее. Кто сказал, что разговоры на умные темы утомляют? Кто сказал? Кого утомляют? Почему вы слушаете своего отца? Что касается сакральной энергии, то женская сакральная энергия, если мы говорим об этом так, не выражается ни в готовке как таковой и ни в сексе. Сакральная энергия, если она и есть, проявляется в поведении искреннем, спонтанном, чувственном, эмоциональном. Это может быть и готовка, это может быть и секс, это может быть все, что угодно. Понимаете? Какая штука. Поэтому здесь, мне кажется, вы достаточно узко смотрите на взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Вот. Поэтому, тем более, что вы вместе не живете еще пока, и деньги он вам, естественно, давать, ну, наверное, пока еще просто не готов или не хочет. А, вот. Что же касается того, что вы говорите, вот, типа, что обо мне заботились, заботились, а потом резко охладились. Ну, опять же, это, это, это бывает, это возникает такая ситуация, действительно, когда люди вроде бы заботятся, а потом внезапно им это надоедает. Но, опять же, возникает это из-за того, что человек сам плохо распределяет и распоряжается своими силами, своей энергией. И вашей ответственности за это нет, если вы не требуете, конечно. Другой вопрос, что вы боитесь расставания, другой вопрос, что вы боитесь, боитесь одиночества, другой вопрос, если вы считаете, что вам обязательно нужен мужчина для создания семьи, хотя бы по указке, например, того же отца, да, то это, на самом деле, как бы, это позиция, которая на вас достаточно деструктивно влияет. Вы пишите, что вам нужен другой мужчина, у которого будет подгорать яичница, но это всего лишь означает, что вы рядом с ним будете чувствовать себя значимой, полезной. А так, значимой и полезной вы себя не ощущаете. И это уже важная проблема, что вы не чувствуете себя значимой и полезной, вы не чувствуете себя женщиной, кроме как через капотку и секс. Вопрос заключается в том, хотите ли вы это изменить и принять реально достойного человека, или хотите искать классического мужчину, который, да, будет от вас в этом смысле зависеть, но будете ли вы с ним счастливы, по-настоящему действительно счастливы. На этот вопрос вам нужно ответить. Если вы захотите поменять свою установку убеждения, то я думаю, что в этом наши коллеги, ну, наши эксперты могут вам помочь. На этом всё. В принципе, я думаю, что можно вам ответить. То есть, я не думаю, что готовка и секс это то, что определяют совместимость и несовместимость мужчины и женщины. Я думаю, что это всё-таки больше межличностное взаимодействие какое-то. Но, тем не менее, решать вам. С точки зрения психологии и профессиональной психотерапии всё обстоит именно так. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Надеюсь, что ваша ситуация разрешится. Продолжение следует... Продолжение следует...